МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что у тебя в духовке? Ой, Стасик, ты знаешь, это сухарики для нашей закуски. Такая замечательная будет закуска. Я порежу моцареллу, паприку и помидорки. И все это положу на сухарики и опять запеку в духовке. Это будет очень вкусно. Класс. А ты что будешь делать? Мне прислали тут рецепт баклажаны под соусом сациви. Соус на основе грецких орехов с добавлением чеснока. Сейчас баклажаны я смазываю маслом, желательно оливковым. А что ты потом с ними делать будешь? Отставлю в духовку буквально на каких-то 20-30 минут. То есть они должны пропечься? Да. Сегодня знаешь, что к нам придет? А кто? Подожди, Стас. Ставь на противень. Пожалуйста. Ах, вам чуть-чуть еще горячее. Так, духовку разогрейте до 190 градусов. И ставить до мягкости примерно 30 минут. Время от времени переворачивая. Ты не забудешь их переворачивать? Нет. В это время я орехи измельчу в блендере и чеснок очистить и раздавить. Окей. Где у нас нож? Большой нож. И уже очищенный у нас чесночок. Так кто же к нам сегодня придет? К нам придет один из рестораторов города Дюссельдорфа. Его зовут Славик Бараев. Он классный парень. С его искрометным юмором. Он у нас в журнале уже больше 6 лет. Ух ты. Так что в этом плане, как автор, он... Старожил, да? Один из самых первых, да. Старожил. Продолжаем. Орехи измельчить, чеснок очистить и раздавить. Смешайте чеснок и орехи. Смешиваем чеснок. Обязательно грецкий, как ты думаешь? Грецкий. Для соуса сациви это только грецкие орехи. Так, значит, один стакан. А я слышала, что под соусом сациви в основном готовят курицу. Не всегда. Это кавказская кухня. И под соусом сациви можно готовить все, кроме свинины. Любое мясо. Достаем блендер. Что ты делаешь в это время, скажи мне? Я готовлю, можно сказать, начинку для наших бутербродов горячих. Порезала моцареллу, режу помидоры. Я пока сделаю таким образом. Это кориандр. Перемешаем так и в блендер. Сейчас будет очень громко. Есть. Смотри, какой аромат. Класс. Пахнет Кавказом. Соус почти готов. Я мелко нарежу паприку. Как-то недостаточно, мне кажется, смололась эта вся масса. Так измельчи еще раз. Да, действительно. А если у кого-то нет блендера? Если кто-то мелит эту массу на мясорубке? Масса должна быть очень мелкая. Очень однородная. Да. То есть два-три раза на мясорубке? Может, добавишь масло? Да. Я думаю, что надо оливковое масло. Не помешает. Тогда оно немножечко будет взбиваться. Еще, мне кажется, может. Еще, да? Есть. Так. А не забыл ли ты про наши баклажаны, которые нужно периодически поворачивать? Промешивать. Точно. Давай, мели, а я их переверну. Давай. Так. А я пока место делаю. Все. Она сейчас как раз стала пастообразной. Смотри. То, что нам надо. Смешаем чеснок и орехи, добавляем бульон. Здесь у меня уже готовый бульонный кубик. Идем к нашему... Замечательному чайнику, да? Там есть. Так. Мы его размешиваем. Так. Есть. А вот теперь нужно добавить к мели-сунели и одну столовую ложку уксуса. К мели-сунели добавляем по чуть-чуть. Так. К мели-сунели и уксус одну столовую ложечку. Все. Здесь соль. Соль, соль, соль. Это не сахар, чтобы я не перепутал. Ну, попробуй. Я пошутила. Ну, соль, конечно. Ты любишь больше соли или меньше? Хватит. Это ты у меня сейчас спросил? Я как бы не только на свой вкус хочу, чтобы перец. Перец у нас острый. Ну, смотри, не переборщи. Да, но тут тоже очень важно. Я, конечно, понимаю, что это кавказская кухня, но... Здесь, да. Здесь очень важно, чтобы... Это красный перец, он очень острый. И если немножечко даже вот потрогать... Ты что-то случайно растереть еще в глаза. Так, теперь подливаем его бульончиком до консистенции сметаны. Все. Ты доводи его до консистенции нужной, а я присолю нашу начинку для сухариков. Теперь тебе нужно будет их все... Сейчас я еще добавлю туда кукурузу. Хорошо. И базилик. Тут еще нужно лук добавить. Ты мне поможешь его разрезать? Конечно. Сколько нам нужно лука? Половину, еще четверть, четверть, да. А я в это время блендер достану. Ты хочешь измельчить лук? Да. Хочу измельчить его, потому что его, в принципе, нужно натирать на терочке, но если я сейчас буду тереть на терочке, я буду очень горько плакать. По-моему, ты готова? Давай мне лучок. Спасибо. Я добавляю кукурузу. Так. И базилик. Твой любимый базилик. Да. Все, годится. Сас, как ты думаешь, твои баклажаны уже подоспели? Я думаю, что их пора уже вынимать, для того, чтобы они немножечко... Остыли. Остыли, да. Хорошо. Я дозакончу. Я тогда выкладываю на тосты. Ты достанешь баклажаны, и я опять в духовку поставлю тосты, чтобы сыр немножко подплавился. И куда нам их поставить? Ну, на доску поставь. О, какие они. Подождем, пока оно остынет. Наверное, пора приглашать нашего гостя. Я думаю, уже давно пора. Давно пора, да? Я приглашаю в студию Славика Бараева. Да, а я всегда, как обычно, Стас Казаном. Привет, Стас. Привет. Как дела? Хорошо. Я вижу, вы в процессе. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ира. Очень приятно. Вячеслав Бараев – ресторатор из города Дюссельдорф. Блюда его такие же яркие и разнообразные, как его родина Узбекистан. Не ограничиваясь национальной кухней, Слава готова дать сердце любому блюду. Главное, чтобы оно было вкусным. Именно любовь к своему делу и жизнерадостность сделали его ресторан популярным не только среди жителей города, но и среди заезжих знаменитостей, которые никогда не откажутся сфотографироваться с хозяином заведения. И судя по тому, что Слава пришел к нам с казаном, он решил нас удивить каким-то восточным блюдом. Я думал, вы в хорошем процессе, да? Чего у вас тут новенького? У нас тут, видишь, готовится сациви. Это сациви. Красота. Будет с баклажанами. А где баклажаны? Баклажаны, вот. Ну? Уже холодненькие, да? Теплые, теплые. У человека нету просто уже... Страха нет. Нет страха. Ты уже, наверное, руками можешь вынимать из духовки. Это же как горячая женщина. Можно все взять. Так. Говори, что ты будешь делать. Ты мне помоги, наверное. Знаешь что? Нужно разрезать их вдоль. И сделать всю эту однородную массу. Да. Ничего не видно нам. У тебя руки... Да. Так, нам нужна масса, да? Молодец. Эту массу вмешать сюда. Окей. Ты что сегодня будешь готовить? Я буду делать сегодня дымлямам. Такую чисто восточную. Блюдо в казане с барашком, со всеми овощами. Давайте, вы переезжайте сюда. А, кстати, ты обратил внимание, что готовила Ирочка? Ну, она вообще молодец. Я уже не успела прийти. Я уже молодец. Я видел. Красота? Да, будем сегодня употреблять. Спасет мир. Все нормально. Красота спасет мир. Это вам. Спасибо. Мы берем, в первую очередь, казанство. Включи мне огонек. Пускай он нагревается, да. У нас есть хорошая баранина. Я взял ее лопатку. Чистенькая лопаточка. Баранин. Желательно из баранины, да? Может и говядина, только жирная, чтобы сочненькая. Слава, скажите, а вы какое мясо предпочитаете? Вы все время готовите из баранины или что-то? Не, не, говядина. Тоже птица. Ну, лучше барашка. А откуда вы знаете, что это мясо хорошее? А по цвету видно, молоденькое. Смотрите, какое светленькое, хорошенькое. Барашка хорошая, не пахнет. Мы надрезаем, в принципе, крупными частями. Мы ее слегка... Нет, ни в коем случае. Все будем делать, все на собственном соку. В процессе я расскажу вообще, как это все будет идти. Ребята, смотрите, если большие куски мяса, вы видите, да, косточка, там, это, то... Соответственно, у нас здесь есть хороший ножик, топорик или что-то, да. Это не халам-балам, но, в принципе, надрубить можно. Шума много. Настоящее мужское оружие. Да. Вместе со сауном. Где косточка? Нам надо вот такие средние кусочки, вы видите, да? Слава, а мы кладем вместе с костью. Навар, навар, бульон должен быть, ребята. Остальное не интересует. Самое главное – бульончик. А еще мясо возле кости лучше готовят. Вот, ты видишь, вот это все мы оставляем. Если есть кость немножко разбитая, тогда, конечно, мы его вытащим. Чтобы, не дай бог, какой-нибудь... Не съел. Теперь нагрелось. Да. И самые такие крупные куски. А можно я загляну? А вы можете помочь? Только чтобы мне это самое, да, видите, о. Мясо у нас сочное, жирное. Соответственно, оно дает... Вот, смотрите, развенчивый еще один миф, что только мужчины могут обращаться с мясом. Да. Не только мужчины, женщины могут поддержать. Все. С удовольствием. Теперь, пока это у нас, скажем, поджаривается, мы будем... Что у нас с этим, как дела? Спокойно. Я передала это Стасу. Я теперь, я совсем забыла про свои горячие бутерброды. А, давайте. Вы не забывайте, ребята, у нас в это блюдо, в принципе, нужно добавлять побольше овощей. Овощи, это крупно будем резать, ну, где-то вот таким способом. Раз. Баклажаны. То есть нужно измельчить, правильно я понимаю? Да. А, Слава, могу я или я вам чем-то помочь? Конечно, конечно. Морковочку крупненько. Давайте я вам покажу. Давайте. Можно вот так ее раз. Вот так. Она все равно в казане, под паром, дойдет до ума. Попочку отрежете и все. И так же вторую. Процесс пошел, видите, казан нагревается. И он дает. А когда мы закладываем попу? А мы уже все, я специально так сделал, чтобы немножко накалилось и дала немножко цвет мяса. Да, чтобы не была такая, как вареная и так далее. Чтобы мясо подрумянилось, да? Да, да, да. Мы добавим немножко зры. Есть такая интересная специя в Азии, это зра. Можете понюхать? Каждый азиат, он любит эту специю. Да? Немножко соль. Угу. Восток. Дело тонкое. Дело тонкое. О, Нечка. И мы добавляем перец чили, да? Хороший перчик. Чили. Все. Соль, перец, ест. Теперь мы добавляем лук. Оно все идет слоями. Оно все идет слоями. Никогда не перемешивайся. То есть мы приготовили мясо. Мы, да, мясо дали цвет, обжарилось сама по себе, все на собственном току. Теперь мы берем кабачки. Угу. Кабачки можешь порезать. То же самое, так же. И крупненько, да? Соответственно, когда мы будем все это выкладывать... Ладно, давайте теперь пошел, держи, папа, к тебе. Две желтые, две красные. Все какие овощи у вас есть, можете все добавлять. Потом есть интересная вещь, это кольраби. Слушайте, я первый раз вижу, что кольраби... Так, мы ее сейчас аккуратненько почистим и добавим. Стас, как? Офигенно. Попробуй. Вкусно? Можно я попробую? Попробуй. Мы добавим зелье ри туда. Ммм. Угу. Давай я попробую. Это тебе не халам-балам. Да, синий баран чихнул, да? СМЕХ Ладно, пока они там занимаются своими... Своими кавказскими штуками. Молодец, классно. Видишь, когда стараюсь, и сюда получится. Я посыплю итальянскими приправами, специями свои горячие бутерброды. Они у тебя уже красивенькие, ты уже с ними все, да? О, чалган. Да. И просто положу сверху листик базилика. Чтобы было еще красивее. Слава, так что все-таки что же вы используете за специи вашей... Какие? Смотри, свежие. Мы всегда перчик душистый. Зры обязательно, свежие кориандры, базиликум. Ну, это уже банерно. Розмарин, тюмиан. Такие вещи, конечно, немножко надо обладать. О, вот оно пошло. А розмарин очень хорошо гармонирует с бараниной. Да, да, да. Это классика. Тюмиан к рыбе больше подходит. Ну, и так далее, да? Теперь смотрите. Вот это черный речич. Черный речич, соответственно, мы тоже готовим. Речич. Речич. Да. Речич. Покрупнее, пожалуйста. Покрупнее? Это мелко? Да, это мелко. Уже поздно. Да, поздно. Ну, ничего, никто не обидел. Хорошо, а тогда красный мне нужно... Вот так пополам можно сделать. Да, да, да. Все. Все, середину только надо отдать зайцам, и все. А это нормальная речич, да? Или как? Это репа. Репа, да. Это, скажем, двоюродный брат речича черного. Угу. Родич речич. Да, 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 да. Все. Теперь баклажанчик. И вот так шайбами крупно. Под подобие, вот как морковочку, да? Слава, скажите, а у вас есть кулинарные кумиры? Кумиры? Так как вам сказать? У него нет кулинарных кумиров. Нет, как бы. Вы сам себе кумир, да? Я сам себе кумир, да. Я сам получаю массу удовольствия, то, что я делаю. Ты ездишь в Италию, в Испанию, по Европе. Я тоже хотел себе сказать, часто вот ездим, когда по Европе, ходим часто в рестораны, смотрим. То, что они делают, как бы, стараясь переделать, перенять и как-то немножко модернизировать, да? Пришел в ресторан, пересделал кухню. Не, ну, как бы, да, по процессу всегда какие-то новые идеи, да? А я бы сделал вот так, а я бы сделал вот так. Можете порезать тоже. Да, с удовольствием. А кто ходит? Вот какие гости к вам приходят? К нам? Спросите, кто не ходит. Все ходят, а кто не ходит. Я слышала, что к вам в ресторан захожу, даже звезды. Звезды ходят, ну, вкусно поужинать, кто не хочет. Нет, конечно. Ну, а кто из звезд у тебя был? Ну, из звезды, если одни из первых, если мне память не изменяет, там, лет 8-9 назад был когда-то первый у меня ресторан, Макаревич был, да, с группой «Машина времени». А чем вы его угощали? Мы делали плов. Он же знатный кулинар. Да, у меня даже фотографии с ним, там, плов. Мы делали шашлыки, делал манты, люля, кебаб. Как бы мы постарались, сделали такую ему кухню, соответственно. В общем, понравилось. Я думаю, да. Ну, очень много звезд было. Так, надо добавлять. Так, еще мне ответ на вопрос. Что такое русский ресторан в двух словах? О, это класс. В Европе это номер один. Музыка есть, шоу есть. Музыканты танцуют. Люди заходят красиво. В галстучках женщины заходят красиво. А как они выходят? Что лучше? Об этом умолчатся. А они выходят уже. Ну, я тебе скажу, когда происходит, люди получают просто, во-первых, ностальгии. Нет, по чуть-чуть. Все надо слоями. Сначала морковочку и так далее. Но все, что долго готово. Я хотела помочь. Давай, давай, давай. Ну, у тебя постоянно есть посетители. Есть, конечно. Понимаешь, дело в том, что такое ностальгия. Это люди хотят вкусную покушать кухню. Ну, слушай, сейчас слово ностальгия вообще полностью, да? То есть раньше был Советский Союз, ностальгия уже, по-моему, не только у нас. Ностальгия уже везде. Поэтому такие рестораны, как в Германии, в Германии. На сегодняшний день люди, я тебя перебью, много людей работают, да? Зарабатывают деньги. Соответственно, не каждый, это самое, есть время у него дома покушать, приготовить. Там те же пельмени, те же манты или плов, или шуфу какую-то сделать, да? Соответственно, они пошли в ресторанчик, покушают, поужинают, повеселятся и так далее. То есть получат удовольствие. Да. Вот чем это заключается. В принципе, в Европе очень много ресторанов. Ты можешь покушать, где хочешь, но есть какие-то... Да, но получить удовольствие не только от еды. А еще атмосфера, а люди, а общество. Это же немаловажно. Хочешь, если взять гранат и красиво украсить. Вы, ребята, замечаете, да, что мы здесь делаем? Происходит процесс. Очень красиво, ярко. Да, ярко, да. Не, нормально, видите, все это складывается. Огонь дает о себе знать. Теперь, да, можешь порезать. Тоже, можно крупно. На четыре части, да? Нет, вот шайбами. Ух ты. Вот так, да? Когда мы будем сортировать, сервировать на стол. Умничка. Вот так, да. Можно положить туда. Можешь, можешь, можешь. Я гранатик положил. Атрибут. Стас, а что ты там мутишь? Ох, какая красота у Стаса получается. У меня получается ничего так. А можно я возьму еще листики кинзы и сделаю еще красивее? Гранат сладкий, интересно. Мы не забудем немножко чесночка. Да. Можешь порубить. Немножко ты, немножко я. Да. Чтобы не было не обидно никому. Можно крупненько, да? Ну, у меня не получается так. Ничего, ничего. Со временем, с годами. Ага. Слушай, молодая, еще неопытная. Все будет нормально. Вырасту. Да. Научусь. Как у нас говорили, учиться, учиться. Еще раз учиться. Все приходит с опытом. Еще чеснока? Хватит, хватит, хватит. В конце мы еще дадим. Вот так. Супер. Я чуть-чуть подсолю, да. Как вы... Чуть-чуть взрыдом. Я слушаю внимательно. Как вы пришли к мысли работать поваром? Да. Вообще. Вообще. Первое мое блюдо. Первое мое блюдо, я вам так скажу. В принципе, мы такие, ну, в молодости, в детстве, такие немножко забавные хулиганы были. И вот один раз мы нам принесли воробья, несколько таких, знаете, воробушки. Вы убивали воробьев? Нет, нет, нет. Суперленок было. Были, продавали прям целые люди, знаешь, как бы охотники или кто еще, я не знаю, не задумывался. Ну, горляшек. И вот мы как-то приобрели несколько штук. Соответственно, что было там 13-14 лет. Дома никого нет. Мы с друзьями пришли ко мне домой, взяли эту птичку, значит, общипали, все это приготовили, сделали. Порезали пополам. Смешу даже сделать. Готовое здесь, да, такие маленькие. Мы взяли вот в таком какой-то сковородочке, все это обжарили, поели, понравилось. И как бы, ты знаешь, когда в детстве уже начинаешь правильно чувствовать вкус. И после этого ты начал любить гранди. Нет, ну я скажу оригинальное. Ну, это первое блюдо. Да, да, да. Это как бы вот мы сами что-то там приготовили, делали. Когда вы решили именно заняться поварским делом? Вот идти учиться. Это было у меня у дяди, он имел как такой интересный, как на то время называли, трест-столовый, да. И как бы у него были свои рестораны, там какие-то столовые. Я часто туда приходил, и мне нравилось, как эти там женщины, мужики там, ну, готовили все это в процессе, когда банкеты, свадьбы. Я всегда как бы там пробовал, пацаном был, знаешь, еще. И мне всегда это интересно было. То есть вы помогали, да, своим людям? Я не помогал, я смотрел, как это, что это, понимаете. Что такое повар? Это в наше советское время мы всегда думали, повар, у тебя холодильники сюда полные, ты ни о чем не думаешь. У тебя не имеет значения никакая зарплата. Ну ты, у тебя всегда все есть. Всегда будешь шить в армии, ты в теплом месте, тебе не надо где-то стоять, в холоде мерзнуть. Как бы из этих всех плохих мыслей пришлось, как бы, ну, пойти и на повара, как бы. Хотя было очень много я... То есть ты хочешь сказать, что... То есть вы сразу, вы сразу решили стать поваром? Или, может, вы хотели быть водителем в трамвае? Нет, нет, никаких водителей, где-то в хорошие 16-17 лет, как бы, крупнее. Да, еще крупнее можно. А я в армии был фотографом. Ну, видишь. Глотных специальностей. Да, да, да. А я не была в армии. Еще надо пару картошин. У меня есть... Ты не заметил, какие у меня есть картошки? Какие? Да. Ты знаешь, что такое любовь? Это сердце. Я вот покупала и смотрю, слушай, какой интересный, да? Даже какой-то фрукт, овощ, да, начинает расти и делать сердечные вещи. Ты почисти это, а я это. Это любовник картоши. А все-таки, да? А все-таки, да. Я правильно понимаю, что ингредиенты для своих блюд вы покупаете и выбираете сами, да? Да, да, да. Это уже годами нарощенные такие рецепты определенные, где я знаю, где я куплю, где я приобрету и как это все будет выглядеть, в принципе. Господа, вы не увлеклись вообще, нет? Вы насчет чего? Дайте мне что-нибудь. Тебе дать с удовольствием. Возьмешь помидор. Так. И порежь, пожалуйста, их шайбами. Шайбами, да? Хорошими шайбами. Все нужно резать крупно, Стасик. Все же, только завершай бами. Сердце все-таки, чтобы не ломать пополам. Вот так. Сердце, как в песне, да? Так, отлично. Я говорил, будет весело. Да. Я не сомневалась. Слав, теперь получается, вот картошка, теперь мы завершаем. Теперь мы помидор, а мы еще ничего не завершаем. У нас есть свежая корианда, да? Это твой любимый. Укропчик, да? Смотрите. Свежая зелень, это свежая зелень. Мы возьмем какую-то часть. Смотри, помидоры сделаны. Сейчас? Давай ее туда. Давай ее туда. Можешь аккуратненько вот так вокруг выложить. Или ты. Давай. Я просто выкладываю помидоры тоже слоем вот такими, да? Да, да, да. Вот этот сейчас весь сок, вот эти все наши овощи, которые есть, они дадут о себе знать. Получается невероятно красивое блюдо. Во-первых, красивое. А теперь мы берем хороший ножик. Я беру. Непременно хороший. Да, да, да. Вот так. Крупненько, да? Вы видите, господа, все должно быть крупно. Если мы мелко сделаем, все, продукт переварится, мясо не дойдет, и у вас будет как каша. Соответственно, нужно крупно, чтобы в течение хорошего, там, нам надо полтора-два часа. Свежая корианда. А капуста? Пошел аромат. А теперь мы закроем крышку, и будет капуста. Я не забыл. Да? Домова, она готовится при медленном огне? Она при медленном. Она должна, видишь, закипеть. То есть я все слои... Пару вижу, да. Прокипели. Теперь мы... Да, да, да. А теперь иди ты складывай, ты как женщина у тебя ручки нежненькие положишь аккуратненько, вместо крышки. Ну, наконец, кто-то, хоть кто-то оценит твои нежные женские ручки. Не только твои, все женщины, они нежные. Я постоянно оцениваю женские руки. Да. Ты еще молодая, так что у тебя все получится. Не-не-не, потолще. Держи. То есть тут такими все огромными толстыми кусками. Да, ну пропариться же должен, конечно, конечно. Именно от этого можно получить массу корешка, когда он пропарится. Представляешь, вот это все, весь пар, весь это пропитывается этим всем фруктами, овощами. Я извиняюсь, ничего. Ну ничего, фрукты, овощи. Да. Просто будет классно. Так, так. А это докладывает. Так точно. Угу. Ну а как же. Все. Все должно быть. Все, что в печи, на стол. Да, на стол. А с чем обычно подают это блюдо? С хорошим вином или водкой. А варится рис или, может, липочки какие-то? Это же все есть, никакое. Ну это же просто овощи с мясом. А мясо, а овощ. А как это в том, они давать его обхаши? А бульон. А бульон. А там же будет много жидкости. Да. Там же это блюдо три в одном. Да, но лепешка, может, какую-то. Лепешка, да, можно будет. Но это уже как бы не рис, не это, не то. Я так понимаю, что оно опустится до половины, наверное, да? Ты правильно понимаешь, не половину. Он сейчас немножко все это сядет, закипит и, соответственно, да. Прошло полтора часа. Славик, решающее слово тебе. Дымлява, господа, готова. Я так думаю. Мы сейчас будем ее снимать и увидите, что там творится. Все, что мы складывали, все, что мы делали, мы это будем аккуратненько. Готовы. И так же слоями выкладываем. Да, да, да. Только в обратном порядке. Умничка, правильно. Давай мне мою тарелочку. Пожалуйста. Так. Мы сделаем немножечко вот так. Может, я поассистирую? С удовольствием. Та-ти-та-та. Так, пошла, пошел капуста. Процесс, пошел. Вниз пошла капуста. Но так как она у нас была сверху. Теперь она будет снизу. Прихваточку. Есть, все, есть, все под контролем, господа. Может, перевернем капусту? Красиво. Давайте. Вот так хотите? Да, вот так, вот так. Ну, давайте. Чтобы было всем красиво. Теперь смотрите. Это, если вы помните, наше сердечко было, да? Разварилось? Нет. Нет, это что? Ну, что ты, любовь осталась. При полном приготовлении. Любовь приходит. При правильном приготовлении никогда ничего не испарчится. Так. Так. Это, вот пошла зелья Ри, да? Мы его можем сюда. Сельдерей. Сельдерей, да, 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 да. Сельдерей. Вот, баклажаны. Цукини. Цукини, кабачки. Кабачки. Баклажан. Баклажан. Может быть, тебя подержать? Да, я не могу, я уже не могу, у меня жрут. Тяжелая, что ли? Ага. Лучок, видите, морковочка. Так, что у нас там нету, господа? Паприки нету. Паприки нету. Как нету? Ты же на рыбалке, лови, лови. Вот, вот паприка. А мясо? Самое главное, чтобы было мясо. Мясо пойдет наверх. Сначала мы мелочевку положим, вот это все. Паприка, шмаприка, морковь. Мои любимые баклажанчики. Вот они. Ой, пошло, пошло аромат. А душок? В принципе. Мясо пошло. Душок чувствуете? Чувствую. Вот оно. И вот пошло мясо. О, это поближе. Да. Сок, сок растекает. Ах, какая. Так. Смотри. Может, еще и бульончик есть, да? А, ну так. Потому что оно еще... Ну, это, я думаю, что знаю, что... О, вот она. Вот она, вот она, вот она. Сейчас будем посыпать зеленью, так подозреваю. Панты обязательно нужны. Молодец. Свеженький укропчик. Куда же без них-то? Да. Ну. Вы заметили, да, я сделал целую лопатку, да? Быстрее остынет. На одну семью. Такие вещи не остывают. За это не переживайте, молодой чай. Да. Теперь берется наш укропчик, наша петрушечка. Всяк его вот сюда. Процессор подходит к концу. Ну, давай. Мы сделаем, в принципе, вот так. Да? И корианды. И корианды. Бутерброды. Луковый багет нарезали наискосок ломтиками и подсушили в духовке. Помидоры, сыр моцарелла и сладкий перец нарезали мелкими кубиками. Соединили с консервированной кукурузой и всю эту массу выложили на ломтики лукового багета. И запекли в духовке до расплавления сыра. Для соцови из баклажанов мы взяли маленькие баклажаны и испекли в духовке до мягкости. Разрезали их вдоль пополам, вынули мякоть и измельчили. Как мы готовили соус социви? Грецкие орехи, чеснок и кинзу измельчили в блендере, добавив немного соли и оливкового масла. Соус смешали с мякотью баклажанов и наполнили баклажанные половинки. А при подаче посыпали зернами гранаты. Дамлама Баранину нарезали средними кусками, мелкие кости удалили, большие оставили. Куски баранины обжарили в казане на разогретом масле. Приправили специями, зирой, солью и перцем. Крупно нарезали лук, морковь, цукини, паприку и баклажаны. Положили нарезанные овощи в казан слоями. Также очистили и нарезали кальраби, сельдерей, черную редьку, репу и отправили в казан. Снова добавили специи. Следующими слоями положили картофель, помидоры и крупно нарезанную зелень. Капусту порубили на четверти, разобрали на листья, плотно закрыли содержимое казана листьями капусты и присыпали крупно порезанным чесноком. Готовили полтора часа под закрытой крышкой, сервировали блюда, выложив содержимое казана на тарелки в обратном порядке, начиная с капусты и заканчивая мясом. А все рецепты сегодняшних блюд вы сможете прочитать в газете ТВ РУС и в журнале «Домашний ресторан». А также на сайте Кулинар24.de. Красота! Приятного всем аппетита! Встретимся все в следующем эфире. Всего хорошего, всем здоровья и удачи! Друзья, мы прощаемся с вами. Увидимся в следующей передаче. Пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!